Здравствуйте, я Ольга Добрякова, это программа «Область новостей». Тамбовская область сегодня в материалах моих коллег, и вот лишь некоторые из тем. Беззащитных костюмов, уставшие, но счастливые. В Тамбове поблагодарили врачей из Башкирии, которые больше двух недель помогали нашим медикам. Бригада, 15 человек, 16 дней работали вместе с нашими врачами, с больными. Наверное, это и дало возможность сегодня застабилизировать ситуацию по ковид. Оформление личного бренда, поиск рынков сбыта, участие в торгах и выход на экспорт. Советы о том, как вести деловую активность по-женски, послушала Марина Корякина. В январе 2021 года у нас в области появился комитет женщин-предпринимательниц. Вот уже почти год это видное сообщество создает яркие масштабные образовательные мероприятия. 180 на 180 – новая выставка новой галереи, приуроченная к 180-летию Сбербанка в репортаже Елены Хромовой. Творчество – это способность соединить по-новому на свой лад всенакопленные мысли, чувства и эмоции. И каждый художник делает это по-своему. Кто-то лаконично и сдержанно, а кто-то ярко, броско и эффектно. У каждого свой почерк и своя манера общения в дальнейшем со зрителем. Последняя домашняя игра. Все подробности ответственного матча у Дмитрия Сергеева. Небольшая историческая справка. В высшей хоккейной лиге Тамбов и Рубин встречались уже пять раз. И ни разу из этих столкновений Тамбов победителем не выходил. И, к сожалению, пока эта тенденция сохраняется. Сегодня с рабочим визитом в Тамбовскую область прибыл министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Вместе с руководителем региона Максимом Егоровым глава Минпромторга дал старт двум современным производствам. А также оценил перспективы развития промышленности региона в целом. Юлия Савушкина продолжит. Главу Минпромторга Дениса Мантурова и руководителя региона Максима Егорова встречают на площадке крупнейшего в стране производителя высокотехнологичной одежды и обуви спецназначения в городе Расказово. В год компания «Фарадей» выпускает более пяти миллионов пар горной, противоминной, арктической и огнеупорной обуви. При этом постоянно совершенствуя технологии и расширяя ассортимент. Такую машину, которую мы сейчас в линии будем запускать, ее в России нет. Это три плотности плюс. Здесь три полиэтана. Одно нажатие кнопки и новое производство запущено. Линия практически полностью автоматизирована в унисон с работниками предприятия, трудятся роботы. Новое производство позволит увеличить выпуск продукции только представьте на 800 тысяч пар обуви в год. Аналогов России такому нет и это хороший пример развития программы импортозамещения. Уникальное в масштабах всей страны производство сегодня запускает и Тамбовский пороховой завод. Нитриловые перчатки, которые с началом пандемии приходилось завозить из-за рубежа, теперь будут изготавливать в Котовске. Этот проект Тамбовский пороховой завод реализует при поддержке Минпромторга России. Всего планируется разместить 16 производственных линий. На первом этапе их будет 8. В сутки в Котовске будут выпускать около 700 тысяч пар перчаток. В ходе двусторонней встречи с министром в Рио губернатор Максим Егоров отметил, что местную продукцию смогут использовать медики при работе со сверхчувствительным высокотехнологичным оборудованием. Поделился руководитель региона и планами по поводу развития промышленного сектора региона в целом. Принято решение о создании регионального фонда развития промышленности. Никогда в Котовской области не было софинансирования капитализации страны властного бюджета. На следующий год мы 50 миллионов уже заложили в бюджет. Для начала. Для начала, да. Просто будем заявляться на все необходимые конкурсы соответствующие законодательства. Поэтому просто поддержать. Потенциал развития промышленности есть. Мы в середине декабря запустим конкурс на поддержку региональных программ развития промышленности. И на следующий год заложено уже в бюджет по нашему ведомству 3,7 миллиарда рублей по 194-му постановлению правительства. Это как раз возможность рассчитывать на докапитализацию региональных фондов развития промышленности через федеральную субсидию. Поэтому ждем ваши заявки и с удовольствием готовы оказать такую поддержку. Заканчивая встречу, министр промышленности Денис Мантуров вручил Максиму Егорову сертификат на получение инвентаря и оборудования для местных спортшкол. В области передадут хоккейные клюшки, горные лыжи, сноуборды, кресла, коляски для спортивных танцев и комплекты установок для занятия биатлоном, производство которых организовано при поддержке Минпромторга России. Юлия Савушкина, Станислав Попов, Анна Мусатова, Область новостей. Депутаты Тамбовской областной думы сегодня рассмотрели и приняли в первом чтении проект регионального бюджета на следующий финансовый год. В параметрах главного финансового документа учли недавно распределенные области федеральным бюджетом деньги. Все подробности в материале нашего корреспондента Павла Юрасова. Перед заседанием народные избранники приняли участие в благотворительной акции «Коробка храбрости». Игрушки из нее передадут в лечебные учреждения, чтобы порадовать ребятишек, которые проходят болезненные процедуры. В прошлом году у нас такая акция была на территории областной больницы. Коробка прижилась там. Вчера буквально главный врач, я видела, участвовал в наполнении этой коробки. И в этом году предназначена для трех лечебных учреждений Тамбовской области. Это город Маршанско, Мичуринско и город Тамбово поликлиника имени Коваля. Главные вопросы сегодняшнего заседания касались параметров бюджета области на следующий год и трехлетку в целом. Проект бюджета был принят в первом чтении. В 2022 году уровень доходов и расходов установился на отметке в 56,2 миллиарда рублей. Позавчера Госдума распределила дополнительные средства между регионами. И бюджет Тамбовской области прирос на 4 миллиарда рублей. Значительная часть средств пойдет на медицину в условиях пандемии. Значительная часть средств пойдет на, как и положено, у нас бюджет социальный на социальные нужды. Это практически 70% на социальную поддержку населения. Дополнительно выделенные средства из федерального бюджета запланировали направить в частности на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. Это 907 миллионов рублей. А также на создание новых учебных мест в школах. А точнее на создание новой школы. Это 868 миллионов рублей. Однако следует помнить, что бюджет постатейно еще будут дорабатывать во втором чтении. Кроме того, депутаты Тамбовской областной думы поддержали закон о QR-кодах. Согласно закону, граждане будут обязаны предъявить QR-код в транспорте, непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях. Большинством голосов была принята инициатива, которая позволит закрепить в областном законодательстве два варианта избрания главы областного центра. Павел Герасов, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей. 26 ноября – дата, имеющая для Тамбовчан особое значение. Ежегодно в этот день вспоминают наших земляков, отдавших жизни во время службы на территории Северного Кавказа. Памятное событие прошло сегодня на Воздвиженском кладбище. Почтить память героев собрались их родители, близкие, священнослужители, а также представители городской власти. Торжество прошло у часовни на Воздвиженском кладбище. С семьями погибших пообщался временно исполняющий полномочия главы Тамбова Максим Косенков. Я помню то время, когда было принято решение о возведении этой часовни в память о погибших. Я считаю, что это правильно. Должно быть такое место, куда могли прийти поклониться и близкие, и родители, и горожане, у которых в той войне, в нашей внутренней войне, погибли близкие. Семьи героев поделились своими историями и отметили, насколько для них важна память об их близких. Церемония завершилась возложением цветов к мемориалу. Больше двух недель мультидисциплинарная бригада Башкирского медуниверситета помогала своим тамбовским коллегам в крупных ковид-центрах. Сегодня специалисты из Уфы закончили свою вахту. Перед отъездом группа медиков получила благодарность от представителей администрации области. Подробнее в материале моего коллеги Павла Юрасова. Выездную бригаду Башкирского медуниверситета составили 15 человек. Это инфекционист, терапевт, реаниматологи и медперсонал среднего звена. С начала пандемии в таком составе медики побывали в 27 регионах страны, а также оказывали помощь в госпиталях за рубежом в Узбекистане, Киргизии и Абхазии. Гости из Башкирии трудились в четырех ковид-отделениях области и везде находили дружеское плечо тамбовских коллег. Мы все работаем в едином фронте, у нас как бы единые методические рекомендации, и мы все постоянно проходим обучение, как ваши врачи, так и наши врачи. Поэтому слов нет. Прекрасный медицинский персонал. Решение о командировке медиков принял министр здравоохранения после встречи с руководителем региона Максимом Егоровым. Наконец, без защитных костюмов. Уставшие, но счастливые специалисты из Башкирии приняли благодарность от руководителя облздрава и заместителя руководителя региона. У нас все крупные ковид-центры, они получили вот такое вот хорошее вливание, будем так говорить. И помощь, помощь огромную, конечно, и профессиональную помощь, и в плане вот рук, действительно, как вот сегодня было сказано. Поэтому мы, конечно, очень благодарны. Коллеги из Уфы успели поделиться опытом, поддержать физические, что немаловажно морально, медицинский персонал тамбовских ковид-госпиталей. И, конечно, оказали неоценимую помощь в борьбе за жизни пациентов. Бригада, 15 человек, 16 дней работали вместе с нашими врачами, с больными. Наверное, это и дало возможность сегодня застабилизировать ситуацию по ковид в Тамбовской области. В том числе эффект, конечно, хороший. Ежедневно в нашем регионе выявляют более 200 вновь заболевших коронавирусом. Специалисты отмечают, что цифра эта большая, но стабильная. Роста числа заболевших изо дня в день не наблюдается. Павел Ярасов, Николай Иванов, Евгений Мещеряков. Область новостей. Сегодня на базе Центра социальной поддержки граждан прошел первый семинар для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые заключили социальный контракт. В нашем регионе с начала программы подписано уже более 1 тысячи социальных контрактов. Соглашение между государством и получателями поддержки, чей доход ниже прожиточного минимума, предполагает материальную компенсацию для открытия собственного дела. При этом люди получают не только возможность начать свое дело, но и необходимый информационный ресурс. Как зарегистрироваться в налоговой инспекции, какие формы поддержки существуют, основы финансовой грамотности, сроки уплаты определенных налогов. Ведь социальный контракт – это не просто раздача денег, это мероприятие, которое требует определенной отдачи. Подобные образовательные встречи станут постоянными. Своими знаниями и опытом с начинающими предпринимателями поделились специалисты бизнес-сообщества и институтов поддержки и развития. Точки роста. Форум с таким названием прошел в Тамбове. Образовательная площадка объединила 60 представительниц прекрасного пола, у которых есть свое собственное дело. Организатором встречи бизнес-сообщества и представителей власти выступил Комитет женщин-предпринимателей. Наш корреспондент Марина Корякина заглянула на форум и послушала советы о том, как вести деловую активность по-женски. В янале 2021 года у нас в области появился Комитет женщин-предпринимательниц. Вот уже почти год это бизнес-сообщество создает яркие масштабные образовательные мероприятия, которые помогают представительницам прекрасного пола вести свое дело в верном направлении. В этом зале более 60 успешных представительниц прекрасного пола. Это не только члены Комитета женщин-предпринимателей, но и те, кто, возможно, в будущем ими станет. Форум точки роста. Совместное детище управления регионального развития и совсем молодого Тамбовского бизнес-сообщества. Образовательную сессию приурочили к Международному дню женского предпринимательства, который отмечался на прошлой неделе. Мы решили поделиться со всеми своими знаниями, своим опытом и назвали форум точки роста, потому что видим как раз в объединении, в наших экспертных знаниях, то самое развитие, те самые точки роста, которые могут помочь женщинам-предпринимателям. Сегодня мероприятие действительно образовательного характера и дает оно, прежде всего, поддержку друг другу. И оно сделано в формате, когда наставляют уже состоявшиеся предпринимательницы и дают свои знания, которые они приобрели с опытом, с годами своей предпринимательской деятельности для тех предпринимателей, которые в этих вопросах, например, только стартуют, только начинают свою деятельность. Для Анны Ерохиной точки роста возможность не только почерпнуть новые знания, но и отыскать будущих клиентов. Вот уже шесть лет она и ее агентство берут хлопоты по организации праздников тамбовчан на себя. А пару месяцев назад Анна стала членом комитета женщин-предпринимателей, чтобы дать своему бизнесу новые импульсы развития. Комитет женщин-предпринимателей очень помогает мне в моей работе, потому что именно здесь проводится очень много полезных образовательных мероприятий, на которых мы не только узнаем что-то новое, но и у нас происходит нетворкинг. То есть неформальное общение, в ходе которого мы знакомимся с другими женщин-предпринимательницами, общаемся. И даже после таких мероприятий мы с ними сотрудничаем. Я организовываю для их бизнесов какие-то классные мероприятия. Спикерами на форуме выступили лидеры комитета женщин-предпринимателей. В своих выступлениях они сделали упор на то, что больше всего волнует и вызывает массу вопросов среди современных бизнес-летий. А именно оформление личного бренда, поиск рынков сбыта, участие в торгах и выход на экспорт. Марина Корякина, Евгений Михеев, Анна Мусатова, Область новостей. Два миллиона и сто пятьдесят тысяч рублей. Именно во столько обошелся капитальный ремонт фасада детской художественной школы номер один города Тамбова. Сегодня работу приняли. Ремонт выполнен в полном объеме и без задержек. Это стало своеобразным подарком для сотрудников. Ведь несколько дней назад школа отметила свой 70-летний юбилей. Сюжет Яны Ильиной. Два миллиона и сто пятьдесят тысяч рублей. В приличном состоянии, потому что понимали, что это центр города, памятник архитектуры. Здание, где располагается детская художественная школа – памятник историко-культурного наследия. Оно было построено еще в начале 20 века. А потому к ремонту подрядчики относились с особым трепетом, чтобы не повредить оригинальные элементы фасада. Сложности были в том, что здание довольно-таки старое, и попадание влаги внутрь здания приводило к разрушению фасада. Приходилось отбивать очень много, штукатурить, вставлять сетку. Гарантийный срок три года. Если за это время выявятся какие-либо недочеты, подрядчик обязуется их устранить. Это что касается работ снаружи, а вот внутри сотрудники художественной школы справляются своими силами. На средства извне бюджетных источников было отремонтировано несколько классов для теоретических занятий. Причем старались сохранить как можно больше исторических деталей, например, лепнину на потолке. В библиотеке художественной школы также проходят занятия. Здесь дети знакомятся с биографией и творчеством великих художников. Кстати, книжный фонд библиотеки очень богат. Здесь более четырех тысяч экземпляров книг. Здесь тоже освежили интерьер, покрасили стены, немного обновили фонд книг. А они здесь на самые разные темы. Это и энциклопедии, и исторические тома, и коллекционные издания. На ближайшее время планы тоже грандиозные – полностью отремонтировать выставочный зал от пола и до потолка. Заменить окна на пластиковые, а также поработать с освещением, добавить подсветку для каждой картины. Место, в котором создаются шедевры, должно быть уютным и комфортным, уверены сотрудники школы. Создавать такой комфорт планируют также своими силами. Яна Ильина, Олег Осипов, Александр Щеднов. Область новостей. В новой галерее открылась выставка миниатюрной живописи – 180 на 180 миллиметров. Такой формат задан не случайно. Это продолжение серии вернисажей, приуроченных к 180-летию Сбербанка, который на протяжении 2021 года является партнером арт-проекта «Новая галерея». На экспозицию одной из первых посмотрела Елена Хромова. Творчество – это способность соединить по-новому на свой лад всенакопленные мысли, чувства и эмоции. И каждый художник делает это по-своему. Кто-то лаконично и сдержанно, а кто-то ярко, броско и эффектно. У каждого свой почерк и своя манера общения в дальнейшем со зрителем. 22 автора из Тамбова, Липецка и Уфы представили свои небольшие работы. У каждого художника есть свой любимый формат. Кто-то работает вертикаль или горизонталь. Но какого бы размера полотно не было, главное, чтобы на нем не осталось недосказанности. Предельно ясно организаторы выставки поставили задачу живописцам. Их работы должны быть оформлены в квадрат, что само по себе является непростой композиционной задачей. Что касается сюжета, то мы не ограничивали художников в выборе сюжет, тем, техник, все что угодно. Когда предлагается полная свобода выбора, оказывается, что художник все равно работает в русле своих тем, которые он делает на своих обычных форматах. Но тем не менее она получается очень разнообразная, потому что в маленьком нашем зале можно выставить очень много работ. 60 работ. Каждый имеет свой стиль, свои цветовые пятна и форму подачи. И у каждого художника свой путь в мир живописи. Иван Попов в культурной среде известен как коллекционер. Но мало кто знает, что с недавних пор он еще и художник. За кисти краски взялся в 59 лет. Первое для меня было натюрморт. Кисти была маленькая, детская. И не масляная краска, а гуашь. Когда я первую линию повел, мне на душе сделалось так хорошо, как в детстве. Такая легкость. Я подумал, наверное, надо заниматься этим делом. Я благодарен судьбе, что, как говорится, за 20 лишних лет общения с художниками, вот, Тамбовского края, ну и не только Тамбовского. И потом Бог дал мне, чтобы взять кисть в руки. Я, как говорится, счастливый человек. И хочу в дальнейшем. У меня столько в голове сейчас сидит. Работа, работа, работа. Каждая картина наполнена своим содержанием. Это и абстрактные рисунки, словно подсмотренные в окнах домов. Осенние натюрморты и сочные витаминные дольки для поддержания иммунитета. Здесь каждый сюжет заслуживает внимания и прочтения. А уж тему для разговора с искусством каждый выберет для себя сам. Елена Хромова, Николай Иванов, Ольга Кириллова. Область новостей. Силовики сменили служебную форму на спортивную, а вместо оружия взяли в руки ракетки. Небольшой турнир по настольному теннису между разными ведомствами прошел в спортивно-тренировочном центре Тамбов. Мини-соревнования прошли в рамках открытой контрольной тренировки. Лучших игроков в настольный теннис среди силовиков выявляют ежегодно. Спортсмены борются как за командное, так и за личное первенство. Всего в турнире приняли участие 10 человек. Сегодня представили у нас 5 коллективов силовых структур. Это коллектив МВД, Росгвардии. Они как раз фавориты. В том году они победили как в личном первенстве, так и в командном первенстве, в парном разряде. Команда ФСО, команда ВСИН, команда Судина-Пристовов. И команда МВД. Как всегда скажем, что у нас ветераны всегда впереди ведущих. И вот сегодня команда ветеранов. Турнир проходил по круговой системе. Также были игры двое на двое. Победители и призеров ждали кубки и медали с символикой спортов общества «Динамо». Накануне хоккейный клуб «Тамбов» сыграл последнюю домашнюю игру перед очередным выездом. Соперниками «Волков» стали гости из Тюмени. Ответственный матч посетил и руководитель региона Максим Егоров. Подробности у Дмитрия Сергеева. Этот сезон для хоккейного клуба «Тамбов» проходит непросто. В турнирной таблице «Волки» находятся довольно далеко от первой десятки. А вот их нынешний соперник Тюменский Рубин в рейтинге вот-вот займет лидирующие позиции. Уже спустя три минуты после начала игры гости загнали в наши ворота первую шайбу. У наших парней внушительная поддержка, в том числе в лице руководителя региона. Максим Егоров пришел понаблюдать за ходом игры вместе с женой, братом министром экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денисом Егоровым и его супругой, а также со своими заместителями. Я думаю, молодцы, но мы в прошлый раз по 4-1 проигрывали, 5-4 выигрывали. Сейчас 0-1, но я уверен, что наши ребята молодцы. А предназначение какие вообще от этого матча? Только победа. Это спорт. А команду мы будем поддерживать всегда. Морально и финансово тоже. В целом первый период выдался достаточно конкурентным. Команды по очереди перехватывали инициативу, однако отрезок так и закончился со счетом 1-0 в пользу гостей. Небольшая историческая справка. В высшей хоккейной лиге Тамбов и Рубин встречались уже 5 раз. И ни разу из этих столкновений Тамбов победителем не выходил. И, к сожалению, пока эта тенденция сохраняется. Но впереди еще два неполных периода. И кто знает, может быть, сегодняшний вечер закончится для волков успехом. Несмотря на опыт предыдущих встреч и один пропущенный гол, Тамбовские болельщики не теряли оптимизма и верили в наших спортсменов. Супер! Просто замечательно, на мой взгляд. Думаете, отыграются? Думаю, да. Они играют отлично. Интересная игра, но пока тяжеловато. Соперники очень достойные. Поэтому верим, болеем. Считаете, отыграются? Да, да. Надеюсь, что даже выиграют. Ну, пока игра идет на равных, но мы все равно верим в наших ребят. Вот. Надеемся, что они покажут характер свой. Ну, естественно, Тамбов всегда впереди. Однако надеждам на лучшее не суждено было сбыться. Во второй половине второго периода Рубин забросил еще одну шайбу, а после продолжил увеличивать перевес. В итоге матч закончился безоговорочной, уже шестой в истории победы хоккеистов из Тюмени с символичным счетом 6-0. Дмитрий Сергеев, Станислав Попов, Александр Кобзарев. Область новостей. И на этом все. Телефон нашей редакции 564648. Звоните, если вам есть о чем рассказать. Берегите себя и своих близких. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»